Всем привет, друзья! С вами СТЕК, и буквально пару недель назад в магазине Стима я случайно наткнулся вроде как на обычную выживалку по типу того же Римворлда. Называется она The Wandering Village, и поначалу это и правда просто обычная очередная выживалка. Как бы бегают челики, пари-рури, пари-рари, ничего интересного. Только вот суть в том, что всё происходит на спине огромного, блуждающего по планете динозавра. И, как по мне, мы просто обязаны в это поиграть и посмотреть, что это вообще такое. Так что набирайте себе еды, разгружайте лайки, ну а также можете заглянуть в мою телегу. Сами понимаете, ситуация с ютубом сейчас не самая стабильная. Ну и если вам кажется, что для жизни мало спины динозавра, то у меня есть для вас огромный и невероятный атмосферный мир игры Perfect World. Кто не в курсе, это популярнейшая MMORPG, которая уже давно покорила сердцам миллионов игроков по всей России. Уже более 13 лет игра не теряет своей актуальности, и несмотря на большой возраст, она продолжает стабильно развиваться. Появляются новые классы, красочные локации и континенты, а межсерверные сражения и опасные подземелья становятся всё интереснее. Например, недавно был запущен новый сервер Galatea, где игроков ожидают следующее. Уникальная система поощрения за активность, ускоренная прокачка, новые друзья и увлекательные игровые события с ценными наградами. Русскоязычные сервера Perfect World работают бесперебойно, поэтому самое время перейти по ссылке в описании и увидеть всё своими глазами. Безграничные полёты, хардкорное PvP и невероятно атмосферный фэнтезийный мир уже ждут тебя, так что забирайте свои подарки и играйте в Perfect World абсолютно бесплатно. Ну, мы возвращаемся к выживанию. Ну что, вот, собственно, наша команда микрочеликов, микропеннисов, микро... не знаю, микро... микрогномы, называйте как хотите, у них в любом случае проблема одна. Их мало, они голодные, и они на огромном динозавре, на огромной подлюке, которая должна везти их по этой планете. Вообще похуйё! Также есть ещё одна проблемка, игра на английском языке, потому что это демо-версия, и мы как-то вот путём эмпирическим должны разбираться, то есть чувствовать. Вот это яблоки, да? Правильно? О, пошло, пошёл процесс! Я нажал какой-то серп на дерево, и он начал рубить. Так, я как и понял, тут нужно управлять каждым отдельно челиком, то есть нельзя взять команду пенисов и отправить их оккультуровать, типа. Remove Harvest Tasks Harvest... ээээ... это типа минус... минус... минус серп, типа дерево обратно можно высадить. Чё за минус серп? Почему отрицательное действие? PriorityRetool Так, это приоритеты. Можно к каждому челу. Правильно понимаю? Так, а есть два? Или к каждому? Я землю приватизировал. О, приатеризировал. Теперь это земля. Важней, чем здесь, получается. Нормально. Я в политике шарю. Восемь, блядь, часов спустя! Так, ладно. Всё. Я, в принципе, более-менее разобрался. Полистал тут в переводчике капельку. Это серп. Это у нас действие. Действие можно применить либо ко всему чему угодно, либо там поштучно, вот к травинкам, к деревцам, к кустам и так далее. Дальше тут, в принципе, как в обычной нормальной стратегической выживалке, есть приоритеты, разрушение строения или чего-либо и дерево исследований. Вот это самое интересное. И что? У нас, получается, уже есть три штуки. Это хат, худ. Это дом, да, я так понимаю? Также тут хорнблотбовер и китченкухня. А вот хорнблауэр, может, какая-то водонасосная станция или разведвышка, я не знаю, если честно. Давайте, короче, каждому челику пока по одной задачке дадим. Пусть они деревья вырубают аккуратненько, чтобы мы дома построили. Я пока не знаю, как управлять всеми сразу, но вот по одному их можно заставить что-то делать. Вместе пока не разбираюсь, как это работает. Вот, все, разбежались, покушали, порубили дерево и жизнь в шоколаде. Давайте, давайте, не стоять. Вы рубите деревья, вы рубите ягоды, потому что ваши запасы не бесконечны. Все, смотрите, я дал каждому работу. Эти челики рубят, эти челики собирают ягодки. Только вот как-то быстро все у них получается. Они уже все сделали, а мне опять получается каждому вручную давать задачу. Вы что такие, типа, я все, давайте командира вам назначу. Кто из вас главный? Нет, нет. Как я понял, здесь надо чаще пользоваться паузой, потому что терять время здесь опасно. И нужно постоянно давать кому-то работу. Пусть тогда они домики строят. Вот вам занятие. Воркаст пост. Пантерилерей. О, ватертанк. Это водяной танк, он стреляет водой, я правильно понимаю? А, я немного глуповато оказался. Это не исследовано, это можно исследовать. Хат, все, давай исследуем хат. You don't have any research building. А, нужна исследовательская станция. Понимаю. Research building. Так, material storage. Это, о, это склад. Я так понимаю, да? Давайте все в одно место складывайте. Вот, вам место для ящиков, будете здесь жить. Ну, вокруг него вот так всярите в костер. Ну, не, не надо костер, не надо сжечь припасы. Так, 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 стоп, 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 стоп. Что происходит? Ты проснулся, мужик? Он встает, господи. А вы как там, друзья? Не тошнит никого? Все, убривать меня сейчас будет. Ёпта. Ну, ты и шлюха. Так, ладно, хорошо. Давайте все-таки построим хотя бы что-то, чтобы понять, как это работает. Раз английского я не знаю, будем изучать методом тыка. Вот вам домик, вот вам палатка рядом с домиком для собаки. Кто за вас пес? Материал сторож, сторож, так ты... А, во, все, да, смотри, они сюда уже 30 досок сложили. У них нормально, они поняли, как этим пользоваться, это хорошо. Теперь, значит, палатка. Палатка-тент. Он качество жизни один. Две кровати, спальных мест, я так понимаю. Это плюсует челиков. Можно рожать здесь, это родильный дом, что ли? Я не понимаю. Как это... Как это... Я не понимаю. Давай посмотрим, что-то еще, какие здания есть. П-п-п-пэнтри. Сто раз ал кайнс оф фуд фор за виллэдж. Тридцать оф ич. Ну, что-то связанное, наверное, с солнцем. Не знаю. Не надо дурь городить. Не надо публично показывать, что ты дура. Ватертанк. Давайте ватертанк тоже построим. Пусть стреляет водой, стоит. Кушайте, дети. Вот две палаточки для симметрии. Как вы понимаете, смысл всего нашего существования в симметрии. Поэтому будем придерживаться этого. И выживание будет успешным. Это точно. А что мне какие-то сундучки приписали к каждому домику? Типа, вот это вот что означает? Not enough... Подожди, стоп. Не понимаю. Нет... А, о, это склад. Это огромная такая, типа, ягодная ферма. А нахера я построил вот эту вот дебильную копну говна? Давайте разбираем ее. Ненужного мусора на базе. Или... А, стоп. Это, наверное, не хватает ресурсов для постройки. Типа, я построил эту штуку. И теперь не могу сделать новую. Мне не хватает камня. Да, у меня всего пять его. А-а-а-а. Ребята, давайте добывать камень. Каждый мужичок на этой планете быстро... Как быстро? Каждого, блядь, поодиночку надо протыкивать. Чтобы он камни рубил мне. Вот, иди. Прикрепил шарик, чтобы ты нашел. Для тупых сделано. А может, можно как-то... Стоп, подожди. Может, я идиот? Подожди. А-а-а-а! Можно выделять действия. И они сами поймут, кому этим заниматься. А я думал, я каждым управляю. А-а-а... Фокус он воркер. У меня два стоящих, три бегущих чела. Я не понимаю, как это... Что это? Надо... О, смотри, три стоящих, два бегущих. Они что, отдыхать стали? Что за воркер пост? Может, они охраняют здесь стоят? Может, они внутри там сидят? Подожди, выйдите, выйдите. Нет, что-то не то. О, смотри, он вошел и вышел. Может, он забрал какие-то полномочия там? Ну, ладно, не понимаю. Вот он зашел, смотри. И вышел. Да я не понимаю, алло! Они все входят и выходят. Что они там делают? Это дрочильня, что ли? Makes wood planks from wood. Так, я так понимаю, это дощечная станция, лесопилка. Что там у нас еще есть, интересно? Вот этот... Microsoft, блядь, какой-то. Давайте построим вот эту вот штуку. Какая-то связанная с berry. Berry, berry это ягоды. Возможно, это ягодная плантация какая-то непонятная. Вокруг будут кусты расти, типа. Но это пока догадки только. Давайте деревья вырубим, чтобы ягодам не мешать. Ягоды не такие. Researching building. Так, два рабо... А, это два работника, наверное, здесь. Два чела работают. И мы можем сказать, чтобы они работали не вдвоем, а в одиночку. А здесь воркестпост работают два чела. Но что он дает, я до сих пор не понимаю. Воркестпост. Они, типа, постятся здесь, что ли? Мясо не едят. Это что, церковь? Тут распределяются специализации на транспортирующих, добывающих строителей. Ну, я не знаю, как этим пользоваться. Вот в чем проблема. Вот два чела, у меня генералы. Нахуя вам два генерала? Ладно, давайте дальше. Ферма. Давайте построим ферму. Это, я так понимаю, будет засеивать поляне нам. Куда-нибудь давай вон подальше от цивилизации. Пусть фермеры живут на окраине. Им там нормально. Воздух посвежее. Пока не строят, давайте ресерч-станцией займемся лучше. Вот. Теперь ха... А, уже исследуется. Не надо мне ничего отменять. Все, хат. Это домик для шести человек. Как я понимаю. То есть они теперь будут спать не на земле на улице и не в палатках. Восьмером в каждой. А нормальные домики, как мы отстроим, будут как люди. Давай, давай, мужики. Пошел прогресс. Смотрите, складское помещение. Раз. Тропинку решил просто вытоптать перед зданиями. Чтобы люди понимали, что мы цивилизация. Мы люди не простые. Мы люди золотые. Мы таскаем камни. Мы еще и сильные. Ни хера себе. Как тебя зовут, дружище? Эй! Я каменщик. Работаю три дня. Мужики, вы че стали-то? Подожди. А какие у них проблемы? Какие у них претензии? Это дебош? Типа все? Забастовка? Че вы? Че-то не понимаю. О! Стоп, подождите. Как вы успели потрахаться? Нас 21 уже. Алло. Где дети? Подожди. Как вас так много? Откуда вы повылезали? Choose your next research. А, окей. Давайте. Воронблауэр. Не знаю, что это. На кухне мне пока рано. Я ягоды буду жрать. Нормально. Давай, мужик. Руби дерево. Скорей. Оп. И ничего мне это не поменяло. То есть территория свободная была изначально. Но эффективность производства нулевая. Тут вот на ферме тоже какие-то проблемы. У него тут нот плот ассигнет. Так сделай себе свой плот. И ассигнируй спокойно. Ты. Таяю нахотина. Понимаю. Жесткий засев пошел. А почему я не могу так с кустами сделать? Правильно я сделал? Да, да, да. Смотри. Засев пошел. Жесткий. Надеюсь, я не переборщил. А то сейчас все ресурсы дадут на посев. И мы в итоге с голоду и подохнем. Потому что... Ну. Откуда брать рабочую силу? Берри кар... 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 Картернмор. И 10... Дефициты. Суки. Вы твари. Сносим ваше здание. Получается. Вы бесполезны. Так. Опять проблемы. Я решил построить себе маленькие домики. Вместо непонятной ягодной фермы. И тут, получается, у нас в мешочек стрелочка упирается. Надо, получается, как-то сдвинуть его. Чтобы стрелочка прошла. Но, если серьезно, у нас какие-то проблемы с этими домами. Not enough resources. Ресурсы. Вуд. А, доски. Ёшкин ты кот. Дома. Исследовал, блин, на свою голову. Поганую. Людям жить негде. Нужны доски. И плиты. У нас еда кончается, кстати. Мы вообще от голода сейчас сдохнем. Фуд. По фуду у нас вообще полный. Полный. По этот. Ну, парасак. 1% выросла пшеница. Это плохо. Потому что у нас уже проблема с голодом. У нас осталось 2 кусочка окорочка. Людей 20. С плюсом. Это плохо. О, все. Они все съели. Черт, я сейчас сдохну. Где еду брать? Давайте быстро. Мужики. Рубите кусты с ягодами. Это ваш последний шанс на выживание. Деревья оставьте в покое. Нет, нет, нет. Не тратьте силы на деревья. Как убрать деревья? Лесопилка. Смотрите. Работает здесь, я так понимаю, один человек. Все-таки она построилась у нас нормально. И вот он здесь. Сфокусированный на работу человек. Именно в этом месте. Возможно, эти воркпосты, их надо строить несколько. И чтобы в каждом воркпосте выбирать, Типа, сколько людей будет заниматься тем или иным ремеслом. А вот уже дженерал. Это как-то, может, что-то общее. Но, скорее всего, что-то общее у меня с развитием явно отсутствует. И я что-то неправильно понимаю. Так. Подожди, подожди. Братик, ты чего? Устал, что ли? Так, подожди. Динозавр голодный. О, онбу, хангер. 30%. Его зовут онбу. А я думаю, что за онбу? Подожди. У нас что-то связанное с онбу здесь было. Вот, смотрите. Used to... Isosie command us to on to which it may or may not follow. Что-то там, короче, командует динозавром. Вот эта штука командует динозавром. И все, что связанное с оду. Вот, вот эта штука. Еда для онбу. Эта штука изготавливает еду для динозавра. Она нам необходима. И мы ставим ее вот сюда. И мы, походу, уже проиграли, потому что у меня нет ресурсов, нет особой еды. Ну и, конечно, самая главная проблема, это вот этот огромный пенис. Который что-то дрожит весь, покрылся пятнами. И это проблемно. Ну, то есть голодный очень. Ну, и так далее. Ух, нифига, куда я зашел, смотрите. Подожди, пауза. Это карта нашего пути. Вот мы, смотри. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты куда? Я сюда не хотел. Это обратно. Короче. Он, как я понял, идет по дороге куда-то вперед. Свернуть у него возможности нет. Тут, смотрите, всякие разные населения есть. Какие-то леса. Может, мы можем динозавру как-то указывать путь своим горным, чтобы он, допустим, такой шел к камню ближайшему. Мы там рубили горы. Или еще что-нибудь такое. Так сам по себе он идет по дороге. Сложно сказать, как вообще все это работает, но по мне так игра довольно-таки интересная, потому что, во-первых, все супер необычно. Мы живем, камон, блин, на спине огромного пениса. Сам крафт в игре, постройки, вот эти вот дома, инфраструктура, все механики, они тоже сделаны довольно классно и интересно. Правда, осталось только в них разобраться. Поэтому давайте, ребят, на этом, наверное, пока закруглимся. Если хотите продолжение, если вам игра тоже понравилась, то пишите об этом в комментариях, ставьте лайки. В общем, будет интересно почитать ваше мнение, узнать ваше отношение к этой игре, потому что мое отношение вы уже поняли. Мне игра понравилась, для меня она супер интересная. Короче, ладно, не будем затягивать. Спасибо всем огромное за просмотр. Обязательно не забудьте прочекать ссылки в описании, потому что там есть ссылка на мой телеграм, на мой твич-канал, где я провожу стримы. Говорю это потому, что ютуб могут... Ну, сами понимаете, это вполне вероятно, и в случае чего нам с вами, грубо говоря, будет где встретиться. И это очень важно. Так что, кому не безразлично, заходите. Я там сейчас активно выкладываю всякие штуки, видосы, мемы и так далее, чтобы вам было зачем подписываться, а не просто для галочки. Ну и, собственно, спасибо еще раз за просмотр. С вами был Стэк. Всем удачи, всем пока. Увидимся в следующей серии. Продолжение следует...